Лето закончилось и пришел сентябрь, а это значит, что наступает новый учебный год в общеобразовательных заведениях и воскресной школе. Люди говорят, надо вкладывать в будущее, и мы не можем не согласиться с этим утверждением, так как вкладывать в будущее для нас, это значит вкладывать в наших детей. И чтобы нам не говорили про свои интересы светские СМИ, мы скажем, что наше будущее — это наши дети в Иисусе Христе. И мы не можем обойти такое событие, как общая молитва за наших детей и первая в этом году линейка в воскресной школе. Хоть погода нас не порадовала, но настроение пришедших от этого не ухудшилось. Вначале наставительное слово сказали пастора Павел Протас и Андрей Криваль. Они говорили проповеди на разные места Писания, но схожи были в одном, что надо быть верными Богу, какие бы внешние обстоятельства не мешали вам это делать. Сначала выйти вперед предложили выпускникам и студентам, то есть старшим учащимся, чтобы совершить над ними молитву. Было приятно смотреть на то, как сотни молодых людей спешили выйти на молитву. Церковь в едином порыве подняла руки и жарко попросили Бога о благословении подростков. После молитвы над старшими вперед были приглашены младшие учащиеся, которых было еще больше, а это значит, что церковь растет. Молитва опять зазвучала в стенах церкви, так как, молясь за детей, вся церковь молилась о своем будущем. Ведь среди этих детей стоят будущие пастора, левиты, евангелисты, миссионеры. После второй молитвы дети пошли на улицу, чтобы повстречаться со своими учителями воскресной школы и своими одноклассниками, с которыми они не виделись целое лето. На первом служении линейка прошла в более приемлемых погодных условиях, но на втором служении всем пришлось преодолевать трудности, доставленные дождем. Дети отнеслись к этому как к новому приключению. Построившись по классам, дети пели и прославляли Бога. Слушали ведущих и директора воскресной школы Дмитрия Шедловского. Пусть дождь и не дал пришедшим провести линейку по запланированному сценарию, помешать началу учебного года он точно не смог. Друзья, вы только что стали свидетелем самой быстрой линейки за всю историю воскресной школы. Аллилуйя! Директор рад! Христос сказал ученикам не препятствовать детям приходить к Нему. И это правильно, так как наставление наших детей, молитва за них – это реальный вклад в наше будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова